Здравствуйте! В эфире программа новости на телеканале Обнинск ТВ. Поговорим о событиях города и региона в студии Георгий Разуваев. Вот о чем расскажем сегодня. Благотворительный фонд «Круг добра» помогает маленьким пациентам с редкими заболеваниями. В Доме ученых состоялся галоконцерт Музыкальной Академии Атомных Городов. Творчество в моей жизни. В Музее истории Обнинска проходит выставка работ Лидии Фоминой. 8 ноября в Калуге губернатор Владислав Шапша встретился с руководителем фонда помощи детям «Круг добра» отцом Александром Ткаченко. Участие в мероприятии также приняли помощник полномочного представителя президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Александр Пескунов и министр здравоохранения области Константин Пахоменко. Обсуждались возможности сотрудничества региона и фонда. Созданный в прошлом году по указу президента Российской Федерации государственный внебюджетный фонд «Круг добра» оказывает помощь гражданам России в возрасте до 18 лет, имеющим тяжелые угрожающие жизни и хронические заболевания. В их числе 41 ребенок из Калужской области. У вас очень такая светлая и важная миссия. Фонд, который вы возглавляете, это такой лучик надежды для очень многих и многих родителей и детей и детей с тяжелыми заболеваниями, с редкими заболеваниями, очень дорогостоящим лечением. И я вам хочу отдельно сказать спасибо за тех ребят, 41 ребенок, если не ошибаюсь, сегодня, в этом году уже воспользовался вашей помощью, вашей поддержкой. Губернатор обратил внимание на то, что правительство Калужской области также выделяет и будет продолжать выделять средства. На эти цели из регионального бюджета лечения получают 29 детей. Круг задач неизмеримо широк и шире тех возможностей, которые у нас есть, но очень важно, мне кажется, в этой ситуации проявлять сочувствие, сопричастность и те дополнительные средства, которые по решению президента в фонд были аккумулированы, вот до таких вот деток доводить. Я знаю, что в первом чтении в Государственной Думе принят закон о расширении ваших забот еще на 14, на залоги редких, это у нас 78 детей в Калужской области, в этот круг попадает. И я рассчитываю, что эти возможности дополнительно придут в наш регион и действительно ребята получат эту необходимую помощь. Отец Александр рассказал Владиславу Шапше, что в ходе рабочей поездки в нашу область он встретился с родителями и представителями организаций, сотрудничающих с фондом. По его оценке, взаимодействие с органами исполнительной власти налажено. Есть связь с родителями, информация к ним поступает оперативно. Руководитель фонда поблагодарил за высокое качество работы органов здравоохранения и оперативную работу с заявками. Он заверил, что лекарственное обеспечение не будет прерываться, запасы есть, поставки ожидаются в не меньших объемах. Среди новых направлений взаимодействия образовательные программы, курс повышения квалификации, разработанный фондом совместно с Российской медицинской академией, даст возможность врачам дистанционно получить дополнительные знания по редким заболеваниям. Губернатор поддержал инициативу и рекомендовал профильному министерству обязательно воспользоваться этим предложением. В ОМВД России по городу Обнинску 8 ноября состоялось мероприятие, приуроченное ко дню памяти сотрудников полиции, погибших при исполнении служебных обязанностей. Руководители ОМВД России по городу Обнинску, ФСБ, прокуратуры, военного комиссариата, представители общественного совета, ветераны, учащиеся кадетских классов технического лицея, возложили цветы к памятнику погибшим сотрудникам, установленному у здания полиции. Обращаясь к участникам митинга, начальник ОМВД России по Обнинску полковник полиции Александр Кулигин отметил, что профессия полицейского всегда была и остается связанной с риском для жизни. Важно всегда помнить тех, кто отдал свою жизнь, выполняя служебный долг. С 1 по 6 ноября в Обнинске преподавателями Музыкальной Академии Атомных Городов под художественным руководством Юрия Башмета был проведен цикл занятий и мастер-классов для юных музыкантов. 78 ребят из 20 атомных городов съехались в Наукоград, чтобы поучиться у профессионалов, а заключительной частью события стал большой галоконцерт, прошедший в Доме ученых. Напомним, что проект Музыкальной Академии Атомных Городов реализуется программой «Территория культуры Росатома» совместно с Русским концертным агентством в рамках федерального проекта «Юрий Башмет молодым дарованием России» при поддержке Фонда президентских грантов с 2018 года. Первая Музыкальная Академия Атомных Городов прошла в 2018 году в Новоуральске и Снежинске. В 2020 году мастер-классы проекта состоялись также в Новоуральске, Димитровграде, Полярных Зорях, Трехгорном, Десногорске, Курчатове, Балаково, Заречном, Сосновом Бару и Глазове. В прошлом году Академию вновь принимал Новоуральск, а в 2022-м площадкой для Пятой Музыкальной Академии стал Первый Наукоград России – Обнинск. На протяжении нескольких дней в рамках Музыкальной Академии, которая проходила под патронажем Юрия Башмета, состоялся ряд мастер-классов и занятий по таким направлениям, как скрипка, вилла-анчель, гитара, духовые инструменты и фортепьяно. А завершающим этапом стал галоконцерт в Доме ученых. Посмотреть выступления и поддержать одаренных артистов пришло большое количество горожан. Я очень рада, что сегодня мы собрались в этом зале. Было очень волнительное открытие Пятой Академии. Я присутствовала и видела, что очень много детей со всех уголков нашей страны, из городов Руссадово, собралось. Прошло несколько дней, сегодня заключительный концерт. Я думаю, что это будет грандиозно. Я хочу сказать огромное спасибо маэстро. Без него бы это не состоялось. Огромное спасибо команде, которая работала все эти дни. Госкорпорация Руссадов. И, конечно, всем ребятам, потому что это их труд. В этом учебном году в Академии появилась новая специальность – оркестр. Занятия с юными оркестрантами проводил дирижер Сибирского юношеского оркестра, дирижер Детского оркестра атомных городов Леонид Жуковский. Вы знаете, когда я начинал свою деятельность после консерватории, я практически не видел ни в Министерстве культуры, ни в правительстве не был знаком ни с кем. Несмотря на то, что система музыкального образования была четкая и очень хорошая в советские времена. Кроме того, маэстро также отметил, что уникальность нового коллектива в том, что была заменена группа альтов на скрипку. Есть группа первых скрипок, группа вторых и третьих. А в том же волончели и контролазы. Вот я ставлю задачу перед нашей будущей Академией. Дело в том, что альт нужен очень. Молодые таланты исполнили композиции Шостаковича, Брамса, Баха, Пьяцолы и другие. Дмитрий Глухов, Кристина Забожка, Сергей Мокрецов, Обнинск ТВ В музее истории города Обнинска работает выставка произведений Лидии Фоминой. Она называется «Творчество в моей жизни» и демонстрирует особое отношение автора экспозиции к окружающему миру. Подробности в следующем сюжете. Сама художник признается, что по жизни искала свое место. Изначально Лидия Фомина получала образование женского парикмахера, затем поступила в инженерно-строительный институт и получила диплом инженера гидротехника. Но я чувствовала, что целиком меня не захватывает, рассказывает Лидия Николаевна. А когда она приехала в Ташкент, то увидела там набор на специальность художник по костюмам в столичный институт кинематографии. Имея уже одно высшее образование, Лидия Фомина поступила туда. Сразу на третий курс меня взяли. И вот тут я стала чувствовать, что создание красивых моделей одежды, вот это меня увлекает. Потом я увлеклась там же узбекской керамикой. Мне очень понравились узоры узбекские. А потом, выйдя замуж и по воле судьбы, оказавшись в городе Балабаново, я стала работать инженером-конструктором на спичечной фабрике. А потом, так как у меня муж был директором школы, однажды он сказал, а вот ты знаешь, в городок Балабаново военный требуется срочно учитель черчения ИЗО. И я попробовала, и меня сразу взяли. Вот уже более 30 лет Лидия Фомина передает свое мастерство детям, будучи преподавателем в различных кружках. Это не только живопись, но и изделия декоративно-прикладного искусства, выполненные в различной технике. Дымковские, Каргопольские, Филимоновские глиняные игрушки, резьба и роспись по дереву, картины из лоскутов, тканик, виллинг, бисероплетение. Конечно, я ездила на курсы, изучала сама труды и Антона Семеновича Макаренко, и Сухомлинского, и Надежды Константиновны Крупской. И, знаете, я поняла, что работать с детьми – это мое призвание. И с 80-х годов я вела кружковую работу, вела факультатив по мировой художественной культуре и старалась открыть детям окно в мир прекрасного. С 2000 года Лидия Фомина на протяжении 7 лет преподавала дополнительно на художественно-графическом факультете Московского государственного гуманитарного университета имени Михаила Шолохова. С этого времени не только занималась живописью, но и увлеклась формообразованием, лоскутной техникой. Особенно художнику понравилось японское искусство кинусайга. Эта техника – составление картины из кусочков ткани. А сейчас, когда мои бывшие ученики и студенты, я поработала и в институте, в университете имени Шолохова на художественно-графическом факультете 7 лет, и когда я встречаю сейчас своих бывших выпускников, мне очень радостно на душе, потому что они избрали свою профессию, тоже связанную с искусством. Кто-то стал дизайнером, кто-то стал флористом, кто-то стал преподавателем изобразительного искусства, и кто-то работает даже в детском саду, воспитывает детей, занимается с ними. И я поняла, что жизнь, в общем-то, не зря прожита. Значит, я принесла людям светлое и доброе. Я буду стараться дальше делать добро, воспитывать и учить детей искусство, подчеркивает в беседе с журналистами художник. На выставке, открывшейся 3 ноября, представлены работы, созданные за последние 10 лет. Техники разнообразные, поскольку с детьми Лидия Николаевна занималась разными видами работ – от лепки до изобразительного искусства. Это первый раз у меня выставка только моих работ. А ранее у меня всегда были совместные выставки, то есть и мои работы, и детские работы. И детям тоже это было очень приятно. О них писали в газетах, дети были гордые. И они знали, что их творение, созданное ручками, нравится не только родителям, но и другим людям. Регулярные персональные выставки, участие в областных и всероссийских конкурсах дают право сказать – творческая жизнь художника продолжается. А в Музее истории Нукограда познакомиться с экспозицией можно до 4 декабря. Елена Филина, Кристина Забожка, Сергей Могрецов, Обнинск ТВ. Согласно рейтингу, опубликованному по результатам премии «Про докторов», клиническая больница номер 8 ФМБР России в Обнинске вошла в топ-10 лучших государственных клиник региона за 2022 год. Кроме того, судя по отзывам пациентов, КБ номер 8 названа лучшей среди 27 медицинских организаций ФМБР России. В топ-10 также вошли Обнинский МРНЦ имени ЦИБА и Боровская центральная районная больница. Премия «Про докторов» является общенациональной профессиональной наградой и присуждается лучшим врачам и лучшим медучреждениям, по мнению пользователей этого интернет-портала. Это все на сегодня. Следите за нашими новостями в группе «Обнинск Онлайн ВКонтакте», телеграм-канале, а также на ютуб-канале. Об интересных событиях в Наукограде и окрестностях расскажем в очередном эфире программы «Новости», которая выходит по будням в 19 часов. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова